Ну что ж, друзья, продолжаем наш целый цикл программ и лучшие спикеры на Один Мед ТВ. Ну это очевидно, по-другому быть не может. Слушайте, насколько большая проблема, как вы задумываетесь, недержание мочи, либо наоборот, что отсутствие мочи, либо в принципе какие-то проблемы, которые связаны, что где-то заболело, и это все прямо обтягивает живот, и это такая острая боль, которая невыносимая абсолютно. Я думаю, что с этим сталкивается очень большое количество людей. Сегодня в студии с удовольствием хочу представить Дениса Мазуренко, блестящего врача-уролога, кандидата медицинских наук, много-много регалий и так далее, но самое главное, что человек, который занимается хирургией каждый божий день. Денис, привет! Привет, привет, Константин! Слушай, я сегодня хотел бы поговорить в ключе все-таки современной урологии, как ты ее видишь, потому что, ну, мочекаменную болезнь для этого канала обсуждать, ну, как-то мне представляется, не очень интересно. И, с другой стороны, мочекаменная болезнь все-таки самая распространенная, верно, в урологии? Или нет? Да, да. Получается... Хирургическую патологию, мочекаменная болезнь и мужчины с аденомой импростатой, наверное, это самая основная причина госпитализации и операции в урологии. Что с этим делать будем? Да, с этим не надо ничего делать, уже делается по всей стране, и в том числе, наверное, усилиями наших учителей, усилиями наших коллег, в том числе наша группа камнеборцев, и, наверное, слышали такие «могучая кучка», как нас называют. Мы ездим, рассказываем, проводим семинары. На самом деле, здесь важно понять, как и для чего мы это все делаем. И, в первую очередь, всем кажется, вроде как камешки, несерьезно. Вот онкологию, хотя мы все являемся онкологами, активно занимаемся лечением онкологических заболеваний, тем не менее, камни на фоне всего этого кажутся несерьезны. С другой стороны, надо понять несколько моментов. Первый. Заболеваемость мочекаменной болезнью в некоторых регионах, например, в той же самой Калмыкии, в которую я давно и с большим удовольствием езжу, поддерживаю и развиваю урологию в этом регионе, застигает 15% среди населения. Примерно такого же 15%. Назовите какую-то другую патологию, я имею в виду, хирургическую, которая имеет такую распространенность. Достаточно... Сердечно-сосудистая. Да, возрастные категории. А это среди всех. Сумасающие, очень много. Все популяции людей, да. То есть, достаточно... Уровень заболеваемости высокий, как в молодом. Ну, совсем в детском реде, реже, да. Тем не менее, это поражает молодых, трудоспособных, работающих людей. Второй момент. Камни. Это причина почечной колики. Почечная колика – это одна из самых сильных болей в медицине. Считается две боли, которые конкурируют между собой. Это ириноциклит, и почечная колика. Самые большие. И таких людей всегда очень легко понять по приемному отделению. Если, например, у пациента аппенцит или холецистит, я сам по себе знаю, вот тут зажмешься, да, в уголок вот такой вот, и вроде тебе полегче. Сидишь где-то, в батарейке греешься, и тебе становится легче. Человек с почечной коликой, вот он, разве что, по потолку не бегает. А панкреатит? Тоже есть поза покоя при панкреатите, даже кинжальные боли, но есть поза покоя, можно как-то скрутиться и станет легче. С почечной коликой нет этого комфортного положения, нет его. То есть это боль, которая бьет, вызывает тошноту, рвоту. Второй момент. Это заболевание как раз-таки активных людей. Это болезнь в том числе, во многом, это современная болезнь. Большое количество пошло уратных камней, связанных с питанием, нарушением питания. Чуть-чуть вот про уратные. Не, 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 рассказывай. Это любопытная история. Не о двух словах, опять-таки история медицины. Если вспомнить средние века и историю медицины, тогда мочекаменная болезнь, особенно вот эти самые камни, связанные с производными поеданиями мяса, это была приоритетом как раз-таки аристократии, которые люди, которые могли, там, рыцари, тот же Георг VIII, королева Елизавета и так далее, они страдали мочекаменной болезнью, и причиной смерти многих из них была именно... Венис, подожди, я тебя почему немножко остановил, потому что здесь есть определенные сложности с точки зрения современной науки, именно в плане уратных камней. Потому что, да, подагра, та же самая, да? Совершенно очевидно, все знают, что это уже, ну, наши зрители знают, что это болезнь аристократии. Да, да. Скажи мне, пожалуйста, вот с точки зрения того, что сейчас есть суперсовременные технологии, да, КТ-режимы, да, совершенно потрясающие, где можно единицы хаусфилда и все остальное посчитать, Духэнергетические, сразу с двумя головками, да, выполнение, по-моему, то ли филипп, то ли химии. Это что-то, и вот с точки зрения твоего питания, опять же, я прочитал совсем недавно большую-большую статью урологов, которые считают, что питание не может повлиять на это. Это что за артисты? Ну, артисты не артисты, тем не менее, это вот, тем не менее считается, что вот уратные, оксалатные и так далее камни, что... Да нет, но вообще ставить камни во одну кучу, это, знаете, это как заболевание сердечно-инсульт, слово инсульт некое общее, а причины какие бывают? Ишемические, геморрагические? Да их всего два. Хорошо, два, да. Камни на самом деле три основные группы, все остальные все-таки это более такие экзотические вещи, связанные с какими-то приемами или каких-то лекарственных препаратов, тот же, например, до появления СПИДа не было андиновировых камней. Вот это любопытно. Да, да. Лекарство от СПИДа, которое показало в свое время эффективность, андиновир, и самая трагедия была, что на андиновире камни росли, но отменить его было невозможно, потому что... Серьезно? Да, на тот момент не было лечения другого. Во многих, я хорошо знаю, потому что моя тетя, она всю жизнь занималась в Лаграде, именно руководила центром СПИД, и очень, говорит, большая проблема была. Казалось бы, отмена андиновира... То есть антиротровирусная терапия приводит... Мало того, камни в почках, в мочевых путях, они не имеют отношения к урологии как таковой. Мы урологи, по большому счету, и как всегда рассказываем, мы такие хай-тек водопроводчики. Ну, есть как бы уропроводчики. Ну, да, мы очень умелые, мы владеющие огромным количеством энергии, эндоскопов, технологий, УЗИ, рентген, куча-куча-куча всего. Но, тем не менее, мы налаживаем отток, засор в мочевых путях. Но при этом мы не должны забывать, что мы, в первую очередь, врачи, да, и лечим организм, а не камни. Наша задача не устранить камни. Камни — это всего лишь осложнение целого ряда заболеваний. Опять-таки, а какие причины могут привести к мочекаменной болезни? Помимо указанной подагры, ну, это всего 10% камней. Больше остальных, 70% — это оксалаты, около 20% — это фосфаты. Опять-таки, огромное количество проблем. Например, те же оксалаты, реабсорбция оксалатов где идёт? В кишечнике, правильно? Да, это очень любопытная вещь, которая обсуждается всем научным миром. Гастротерология. Основной здесь гастротерология в данном случае. Дальше, естественно, все мы знаем про гиперпаратериозы, которые были первичные, вторичные, третичные. Безусловно. Это эндокринология. Опять-таки, сахарный диабет приводит к росту оксалатных фосфатных камней. Во многом за счёт ацидоза, кислой мочи и ряд других факторов. И отчасти уратных тоже. Уратных и оксалатных. Но больше всего, как ни странно, все себя связывают у полных людей с диабетом второго типа с уратами. Тем не менее, надо сказать, что больше всего при сахарном диабете возникает оксалатных камней. Слушайте, любопытно. И с точки зрения всё-таки образа жизни, это важно или нет? Очень важно. Есть, если брать клинические рекомендации, в общем-то, наша группа камнеборцев в главе с профессором Мартовым. Мы как раз-таки пишем эти авторы национальных рекомендаций. Могу сказать, что на данный момент наши российские именно национальные рекомендации по помощи каменной болезни, наверное, одни из самых прогрессивных. Поскольку мы изучили не только все возможные публикации, но изучили целый ряд национальных рекомендаций различных страхов. Ну, помимо традиционные европейские и американские, которые мы любим, мы изучили для нас как бы экзотические. Но, тем не менее, во многом даже более интересные, чем западные, варианты, например, сангапурские клинические рекомендации. Прогрессивные. Очень прогрессивные, вы же знаете, тоже, наверное, по кардиологии смотрите. Очень интересно, поэтому... И если брать общие рекомендации, есть всего две рекомендации, которые достоверно снижают риск рецидива мочекаменной болезни. Так. Это прием жидкости. Опять-таки... Ха-ха-ха. Нет. Секунду. Ответ дан. Прием жидкости. Сколько? Вот. Сколько вешать в граммах? Вот смотрите, видите, кажется... Вот сейчас мы пьем-пьем-пьем. Вот я выпил. Опять-таки вопрос, сколько? Ну, важный вопрос. Потом мы обязательно с Константином... Нет-нет, но все-таки зайдем в специальный кабинет, где эту жидкость из себя эвакуируем. Вот важно не только сколько... Было большое, около 10 лет назад было большое исследование. Мультицентровое, то есть там сколько-то десятков тысяч человек прошло, именно принесших мочекаменной болезнь. И оценивалось две болегруппы. То есть их всех анализировали по количеству, сколько они потребляют, сколько выделяется мочи. И отслеживался период рецидива. Мочекаменной болезни. Вот интересно. Ответ был следующий. По приему жидкости невозможно дать четких рекомендаций, поскольку у каждого индивидуально. Кто-то пьет и сидит дома. Кто-то идет в сауну. Кто-то идет в спортзал. Кто-то живет в жаркой стране, потеет постоянно. У кого-то активно идет дыхание, выделение индивидуально. Поэтому по приему жидкости практически невозможно дать ответ. Но далее очень диурез. Точнее, вы понимаете, слово диурез не очень правильное. Правильно сказать объем выделяемой мочи. И вот объем выделяемой мочи определяли по количеству объема. И по количеству рецидивов мочекаменной болезни. И вот этот раскол до разделения прошло примерно на уровне 2 литров выделяемой мочи. Выделяем мочи? Да. Значит, те, кто писали меньше 2 литров, и группа, которая писала больше 2 литров в сутки, разница примерно от 3 до 5 раз была в скорости наступления рецидива. То есть, если человек, мы не назначили, не обследовали, допустим, по метаболическому обследованию, не назначили никакой диеты, но рекомендовали ему потреблять жидкость для того, чтобы он выделял более 2 литров в сутки, тот, кто будет меньше пить, у него будет рецидив через год, тот, кто будет больше пить, у него будет через 3-5 лет рецидив мочи на колике. Это много. Слушай, такой вопрос несколько спорный в силу того, что о сердечнике, ХСН, когда мы рекомендуем там очень небольшое количество жидкости. Ну, значит, потом будем удалять им камни. Неизвестно, каким способом, потому что они все у вас на антиоксидантах, антиоксидантах, поэтому, к сожалению... Ну, антиоксиданты мы редко даем, тем не менее, они сейчас, да... Значит, ваша задача делать так, чтобы они могли потреблять большее количество жидкости, обеспечить их таким лечением, не знаю, в том числе, может быть, хирургическим, каким-то там кардиостимулятором или что-то еще, что... Ты знаешь, мы имеем некоторые препараты, которые в том числе влияют, конечно, на... Гликозиды те же? Нет, гликозиды здесь в меньшей степени, на натрию и юридический пептид, как раз, то, что принципиально важно в этой ситуации. Но, слушай, вот, знаешь, проблема ведь мочекаменной болезни, она ей, не знаю, бог знает сколько лет, на самом деле, что-то в хирургии поменялось. Знаете, сколько лет известно, самое раннее указание некоторых мумиях, там же всегда хранились отдельные чаши с внутренними органами, и там находили почечные камни, которые возрасту около сколько? Четырех тысяч лет. Денис, что поменялось в хирургии? Ну, я бы сказал, что поменялось все, и в этом плане как раз очень интересно, когда мы говорим о технологиях, естественно, мы там анализируем лечение, головной мозг, сердце, пересадка печени, какие-то сложнейшие операции, они звучат очень громко, но с точки зрения технологии, наверное, урология является одним из самых именно передовых направлений. Ну-ка, ну-ка. Да, здесь я могу сказать точно, и с точки зрения количества используемой энергии и вообще общего количества, как я смеюсь, мне очень трудно где-то оперируть на выездах, потому что у меня самый дорогой райдер и самый сложный райдер с точки зрения оснащения, так как, может быть, можно пригласить Элтон Джона, да, но райдер у него будет не меньше, чем его гонорар, а то и больше, да, стоимость, потому что требование к аппаратуре очень высокое, да. Так, и уролог. Опять-таки, я поясню, то есть практически все виды энергии, которые только существуют, они используются в урологии, как для диагностики, так и для влияния на ткани или разрушения камней. С точки зрения диагностики, мне кажется, достаточно очевидно все? Нет, я имею в виду диагностики интероперационной. А, интероперационной. Интероперационной, да. Практически все урологии сейчас, большая часть, если не брать направление реконструктивной, генитальной и уритральной хирургии, которая во многом отвечает законам пластической хирургии, это отдельная немножко тема, и специалисты, которые этим занимаются, это обычная, у нас отдельная каста, то почти вся урология сейчас перешла в разряд эндоскопической урологии. И это и, естественно, лапароскопия, но в данном случае мы, в общем-то, идем в конве вместе с другими хирургами, со всеми, которые оперируют, и так же, как хирурги сейчас занимаются, в том числе и ПДР, делают активно лапароскопические или на роботе то же самое урологи. Практически у нас в отделении областной урологический центр, город Джуховский, мы теперь стали главным учреждением в Московской области. И у нас практически 2-3 раза в неделю идут полностью лапароскопические удаления мочевого пузыря с формированием из кишечника нео-бледера. Но в данном случае, наверное, можно не говорить, поскольку это общее для всех хирургов. Я поговорю о том, что непосредственно... Это не совсем общее, на самом деле. Я хочу сказать то, что вы озвучили, на самом деле, с тем, что вы формируете, и лапароскопические методы, я бы все-таки это пояснил. Потому что лапароскопия, как современный метод, он, да, блестящий, но он достаточно сложный, я хочу сказать. С точки зрения даже большой хирургии, я много видел случаев, когда большие хирурги не могут этого сделать. Нет, здесь немножечко... уже он не является сложным. Так же, когда-то и открытой хирургии было сложным. Тот же ПДР, тоже цистоктомия с кишечной пластикой. Но ПДР и остался сложным методом. Ну и цистоктомия стала сложным. Причем, на мой взгляд, сейчас опытные специалисты скажут, что лапароскопически это проще делать, чем открыто. Визуализация лучше, подходы удобнее, да, у тебя доступ. Не говоря уже о выхаживании пациентов. Вы понимаете, когда в 5-6-7 часов кишки, пускай даже с увлажнением, этими метровками увлажненными, все равно это воздействие в связи с внешней средой, кишечник, вот это идет. У нас, пока мы делали открытые эти операции, практически все пациенты в той или иной степени шли с порезами кишечника. Мы просто учились справляться с порезами. Как мы перешли на лапароскопию, вы понимаете, это увлажненный углекислый газ. Практически среда внутри, ну, сопоставимая с обычным функционированием брюшной полости. Если происходит один из нескольких, я уже говорил, не про ходы, а каких-то небольших проблем с кишечником, с запуском его, с появлением стула после операции, то это крайне редко бывает, и справляемся мы намного легче. Количество повторных операций в связи с непроходом практически ушло к минимуму, практически их нет. И связаны они чаще всего, не говоря уже о каких-то несостоятельностях анонстомоза. И чаще всего они происходят у пациента, связанные уже не с проблемами хирургической техники, а с тем, что просто подчас берем, как это так называемый, сальважные цистэктомии, пациент, иссякающий крови, и берется в экстренном порядке. И в последующем человек, который, вы понимаете, с пониженным уровнем белка в крови, с долгим кровотечениями хроническими. Очень интересно, причем несколько направлений, по которым пошла урология в своем развитии. Опять-таки, отдельное здесь, можно сказать, направление – это лечение бочеками болезни, и отдельное направление – это речь идет о так называемой внутрепросветной урологии. То есть, мы действуем не через брюшную полость, а непосредственно через входе в просвет. А доступ может быть… Входим в просвет, поясни, пожалуйста. Да, просвет мочевых путей, соответственно, доступ – это может быть так называемый, как этот «нотос», через «natural orifices», то есть, доступ через естественное открытие, в данном случае через уретру. Также мы можем создать доступ непосредственно в полостную систему почки, или, например, через цистостому, или через нефростому, через доступ создать, и через него подход к любой зоне. Так вот, внутрепросветная урология состоит из двух частей. Первая – это, несомненно, лечение мочеками на болезни. И вторая – это лечение различных видов опухолей. Как доброкачественных, самое частое – это практически всех мужчин, а учитывая то, что мужчины благодаря вашим усилиям жить, как бы, как раньше, до 58 в среднем лет, и уйти на покой не планируют. Сейчас у меня есть пациенты, которые 80 лет, уже себя обзаводятся детьми даже, там, восьмими женами, и играют в теннис. Когда даже он дожил до этого периода, и он чувствует, что он писает с напряжением, плохая струя, конечно же, и мы опириваем 80, и 90-летних пациентов, и по часу некоторые из них, они выглядят лучше некоторых в 60 лет. Вы тоже это хорошо наблюдаете, наверное. Абсолютно. Поэтому тенденция идет к тому, что рано или поздно такие заболевания, как опухоли, простаты, как доброкачественные, так и взлокачественные, практически будут у всех. Поэтому подходы к лечению, но это сейчас попозже. Да, это… Наверное, с точки зрения технологии, опять-таки, мочекаменная болезнь. В данном случае был это, наверное, это конец 70-х, период, когда вот произошла революция. Это раньше, чем в лапароскопии, потому что лапароскопия потребовала все-таки появление именно головок видеокамер для трансляции. Без нее невозможно. Была диагностическая лапароскопия давно, но операция – это командная работа, невозможная работать, когда вся команда смотрит на экран, такого не было. Поэтому позже. Урология, так же, как эндоскопия, так же гастроскопия. А вообще, знаете, с чего началась эндоскопия? Кто начал эндоскопию? Первый, в начале 19-го века, это гинеколог провел осмотр с помощью, как были первые в трубке, какие-то предшественники эндоскопа подсвечивали. Как вы думаете, чем подсвечивали? Ну, вряд ли свечой. Свечой. Ну, начало 19-го века, чем еще можно было? Не назову фамилию сейчас этого гинеколога, но, тем не менее, с его легкой руки началась. Первые цистоскопы, там они были лампочки встроенные, советский, в том числе, был цистоскоп красногвардейц. Но это была технология, как раз-таки, простой эндоскопии, началась достаточно давно, уже с начала, наверное, до 20-го века уже пошла. Лечение же мочекаменной болезни было запущено в конце 70-х годов. Опять-таки, кому мы обязаны лечением? Вот, доступом, например, к почке, через кожным удаление камней, через почку. Самые частые вот эти крупные камни, которые подчас другими любым методом невозможно выполнить их удаление. Мы обязаны рентгенхирургу, двое их даже, шведы, Ферстерма и Йоханссон, которые в 1976 году опубликовали свой доступ. Именно они обоставали, то есть это было не удаление камня, это было обоставание, рентгеновский доступ к почке, еще не было УЗИ, позже УЗИ помог облегчить этот доступ. Тем не менее, они сумели путем контрастирования через мочеточник почки, они сумели под рентгеном с помощью 3D-наведения, триангуляции рентгеновской трубки, они выполнили доступ и установили нефростому по цвету с гидронефрузом. С этого, собственно, и началось позже, через несколько лет, уже в 1979 году, большую группу, собственно, у которого доктор, великий человек, Артур Смит, мне у него в 2009 году удалось провести полгода стажировки, да, вот в Нью-Йорке как раз таки, это человек, который запустил первую серию, опубликовал именно перкутантных, хирургии, удаления этих камней. Кстати, он тоже, путь был непростой, это доктор, который приехал из УЯР, был вообще иммигрант в Америке, да, и тем не менее, стал одних, он себя вписал навсегда в историю. Но, если брать до эндоваскулярных хирургов, кто подсказал путь для всех эндоваскулярных, для урологов, и для любых инвазивных лентген, УЗИ, хирургов? Кто? Это, конечно же, ансиолог Сельдингер. Он был ансиологом, да, который сумел, придумал доступ к, ну, он вообще придумал к трубчатым структурам, да, то есть, естественно, к сосудам, путем игла, дальше введение струны проводника и по ней уже установка любого необходимого иглы нужного диаметра. Ферсер и Йоханссон просто обосновали, что это можно не только в сосуды вводить, но еще и, например, в полость, тот же мочевой пузырь, в почку, в желчный пузырь, в холедах активно ставят. То, что сейчас активно и делают. Даже в головной мозг проводится, да, установка, да, желудочки дренируют при необходимости. Вот. А тем не менее, сердинируют, да, вот он придумал. И опять-таки, а к тому, что технологии приходят? В то же время... Прямо стало любопытно. Вы всеми этими технологиями владеете уже не 5, не 10 лет. Мне вот интересно, знаешь, поговорить о тех людях, которые внедряли технологии, в частности, которые были в нашей стране. Потом, в 90-е годы, к сожалению, мы это все утратили. Ну, так реально получилось. Не, не утратили. Как раз таки... Утратили. И многие, в том числе, есть часть вещей, например, я про лазер. Лазер, да. Который мы придумали, а куплен был потом американцами. Эти компании существуют прямо сейчас. Существуют, есть. Почти, большая часть медицинские лазеры, они все имеют происхождение. Ну, о лазерах сейчас поговорим. Сейчас вот по камням просто закончим. По энергиям очень интересная. К тому, что вот я только что назвал людей, которые нам помогли, там, ансиологи, рентген-инвазивные хирурги. Есть другая технология, совершенно уникальная. И вот мне тут попалась детская такой атлас 100 великих открытий 20 века. И, к сожалению, такое там вошел туда робот да Винчи. Несомненно, это выдающийся. Но, на мой взгляд, с точки зрения робот да Винчи, это всего лишь оптимизация лапароскопической и вот этих аватарных методик. Например, там, роботы, которые разбирают завалы. Аватарные методики. Прям, знаешь, прям с языка снял. Слушай, сейчас все ругают детей. Я, в частности, своих. Вот они постоянно играют в компьютерные игры, там, с точки зрения хирургии. Скажи, что ты думаешь на этот счет? Прямо отлично сказал. На самом деле, ты знаешь, я большой поклонник литературы, ну и особенно научной фантастики классической. И здесь, наверное, нужно сослаться на совершенно там бомбическое произведение Орсен Скотт Карт «Игра Эндера». Есть фильм очень неплохой, но фильм рекомендую там с Гаррисоном Фордом, да, но надо смотреть его, конечно, после книги. К чему я веду? Что эта книга написана в начале 80-х годов, в самом начале, когда еще не было как таковых игр. Тем не менее, это книга, где показано обучение будущих космических летчиков, там, воинов, там, управляющих космическими аппаратами и вообще космический флот, обучение через компьютерные игры, через симуляции. Не случайно, вспомните армию, как у них называется учение? Военно-тактическая игра. Игра. Когда приходит там ординатор, я так всегда уточняю, играли ли они в игры. Помимо русского, там, биологии, химии, английского, для медобразования, будет еще... Вы же понимаете, для многих направлений нужно разные, немножко, склад ума. Если для пластической хирургии нужно немножко быть скульптором, художником, несомненно, да, и без без этого ты не можешь стать хорошим пластическим хирургом, просто ты не сможешь, то работая именно эндурологом, ну и рентгеновосклерным хирургом, у тебя должно быть две вещи. Первое, это хорошее объемное мышление, то есть вот эта стереометрия, у тебя в голове все должно, вот организм у человека должен, знаете, как вот показывают, там крутится. Но этому способствует развитию именно игра, и второе, это умение, мы как таковой, мы оперируем в пациенте, но не смотрим в пациента, мы смотрим на экраны, причем, если братья, почему я говорю, что урология одна из самых, наверное, сложных с точки зрения технического райдера, потому что, например, удаляя камень, мы используем только для диагностики интероперационной, для визуализации, даже не диагностики, для визуализации, используем три вида визуализации, то есть одна, это прямая, это эндоскопические видеокамеры, которые, конечно, сейчас достигли миниатюрного размера, там некоторые эндоскопы доходят до размера, это примерно, там, там, микроперк, это толщина, где-то, наверное, около одного миллиметра, через который точно удаляется камень, то есть, видите, это волокно проходит тончайшее, но это прямая визуализация, не все можно в организме, понимаете, видеть с прямой визуализацией. Второе, это рентген, естественно, особенно в случае с мочеками на болезни и 90% камней они являются рентген позитивные, плюс введение контрастного препарата, полостные системы. То есть, С-дуга, которая? С-дуга, обязательно, причем С-дуга непростая, в случае с рентгенхирургами обычно у них она, чаще всего она стоит в одном положении, хотя, естественно, и в рентгенхирургии, и в кардиохирургии, несомненно, смена ее положения, но она обычно адаптируется под какой-то в урологии, она шевелится, двигается в разных стороны, очень активно для лучшей визуализации. И третье, несомненно, это ультразвуковая визуализация, мало того, почти вся современная пункция происходит с помощью ультразвука. и таким образом мы работаем как в компьютерной игре, да, то есть мы должны вот так, смотреть, экран один, другой, третий, как подчас у нас в некоторой РПГ-играх, у нас всплывает несколько экранов, что-то еще, какие-то вещи, и именно здесь я всегда рекомендую, там, ребята, особенно, меня спрашивают, какие игры играют, несомненно, это должны быть типа РПГ, РПГ, какие-то типа те же стрелялки, бегалки, но очень важно еще развивать тактическое мышление, ориентироваться стратегической стратегией, да, то есть это очень важно, несомненно, да, и очень интересно, что это было очень непросто, я с тем же вот говорили про родоначальников данного направления, эндоурологии, несомненно, их я могу назвать, их было целый ряд, да, но те, кто больше всего именно сделал с точки зрения популяризации, введения, кто больше всего оставил учеников, это нужно назвать, конечно же, профессор Мартов, это мой руководитель нашей кафедры, и вообще совершенно замечательный, потрясающий человек, это человек, который, вы представляете, что это человек, который делал эти вещи, когда не было еще оснащения специализированного, то есть использовали какие-то эндоскопы, изначально приспособленные для других, там, ну, цистоскопы те же, когда не было расходных материалов современно, не было адаптированных инструментов, и так далее, они шли, собственно, они, у них это было поле полное граблей, которые они только уворачивались от этих граблей, и они писали, собственно, историю, они делали первое поколение, вот, и второй человек, это нужно назвать, это профессор Тодорович, это уже наша, как раз, школа, Боткинская больница, откуда я вышел изначально, как раз Тодорович, в том числе, он был иерархом доступа под УЗИ, который показал свое, сейчас, главенство, стоящее значение при пункции пучки, поэтому, интероперационное для преудаления камня, мало того, что мы используем три вида визуализации, мы используем, как минимум, три вида энергии для разрушения камня, это баллистическое, пневматическое, по часу, лучше нее ничего нет, это ультразвуковые методы, часто они включают в себя сразу же одновременно механические методы, именно баллистические, ударные, то есть, это либо какие-то астеррирующие головки на конце ультразвукового зонда, или, там, непосредственно зонт дробящий, мало того, эти уникальные совершенно вещи, ультразвуковое дробление камней, побочный эффект обязательно использования этих ультразвуковых зондов был необходимость осхлаждать, иначе перегрев идет, ведет к поломке зонда, поэтому он постоянно идет, аспирация жидкости, подача жидкости, и аспирация жидкости для охлаждения, так вот, оказалось, что вот эта аспирация жидкости оказалась очень хорошим, дает эффект, потому что одновременно все эти осколки, кровь, какая-то, постоянно визуализация с ультразвуковым дроблением в одной из самых лучших, ну, несомненно, на данный момент, самый современный метод это лазерные методики дробления, и помимо золотого стандарта Гольмевых методов дробления, которые, собственно, большая часть этих технологий красноши российские уехали на запад, часть технологий остались все-таки в России, и на данный момент очень приятно, что наши тулевые лазеры, например, во всем мире эти тулевые лазеры подаются под названием Олимпус, Да, да, то есть внутрь, внутри, это раньше, помните, так это, как это, помните в фильме «Не шутите с Зоханом», да, у него там начинка Sony, это старое, начинка Sony, да, так вот здесь, именно снаружи, вроде Олимпус, да, внутри все это, аппаратура, обычно наоборот, да, делается, да, внутри оснащения Олимпус, сверху сейчас ставили, что сделано в России, да, для отчета, вот здесь тогда должно, очень приятно, что новый вид лазера, имеющий как свои плюсы, так и минусы, и когда меня коллеги, которые начинают заниматься мочеками на болезни, спрашивают, какой метод энергии, там, пневматическая, ультразвуковая или лазерная, а также, если какой лазер нужно иметь, я отвечу следующее, если ты на экспертном уровне занимаешься мочеками на болезни, у тебя в операционной должны быть все виды дробления, а лазеры должны быть и гольмивые, и тулевые. Класс. Только дорого, правда? Достаточно дорого. Ну, если это большой центр, она оправдана, понимаете? Если у тебя в день идет, если в день проходит до 10 кейсов различной формы лечения мочеками на болезни, очень интересное направление не только подкидывает нам идеи врачи других специальностей. Есть такой метод, о чем я вот говорил, что вот эти, к сожалению, метод дистанционный или трипси не вошел в эти 100 великих открытий, хотя, на мой взгляд, это одно из самых величайших от 3-х 20 века, потому что принцип разрушения какого-то объекта внутри организма без применения гравитации, анестезии, вообще анестезии, не гравитация, нет никакой гравитации. А что? Даже любопытно. Вот, ударная волна, шоковая волна. А, ударно-волновая, понятно. То есть, ударно-волновая. То есть, действительно, а с чего это все началось? Когда-то одна немецкая компания, которая была замечена на не очень хороших вещах, в том числе, бомбила Москву, бомбила Лондон. Вот. А позже, после войны, уже 70-е годы, 60-е, 70-е годы, когда наступила эра реактивной авиации, начали замечать летчики и так далее, что вот этот момент перехода сверхзвукового... Сверхзвук, да. Сверхзвук, да. Происходит вот эта ударная волна, которая бьет, и она очень часто несет в себе нарушение показаний приборов. Причем, удар где-то идет, а также какие-то удары предметов, тот же град, по крыльям, да. Удар происходит по обшивке, а смещение удара происходит внутрь, на вот этих сверхзвуковых частотах. И начали изучать. Оказалось, что вот этот шоковый очень ударная волна, она идет, вот помните, когда этот Блюсли бьет, с одной стороны разбивается сзади что-то. Конечно же, это фейк, это сделать руками нельзя. Или как в матрице вот это. Да, вот это, да. Но, тем не менее, именно технологически, правильно, электромагниты или пьезо, какие-то вот эти аппараты, они могут достичь вот этого достаточно удара. И дальше он распространяется и фокус его находится на определенном расстоянии от головки. Дальше начали смотреть. Очень интересно. Решили, начали изучать, а где же это можно применить? Ну, понятно, что это можно найти где-то в археологии, например, или где-то, например, в реставрационных работах, где-то нужно разрушить какую-то внутреннюю структуру, да, при этом наружный исторический слой или какой-то ценный его не разрушают. И, насколько я знаю, среди вот этих людей, которые, ученых, которые в физике были приобретены, они начали понимать, что они поняли, что вот они определили невероятный эффект, а где его можно применить? Ну, это революционный эффект, да. И один сказал, что... Дай я тебе подскажу, в лечении мочекаменной болезни? Нет, у этого физика, то есть не врача, у него были камни в почках. Я же говорю. И он сказал, а тебе как? А тебе сказали, ну как, там все разрушишь там. Они начали изучать, и оказалось, что если поставить еще правильную линзу, его еще можно сфокусировать. Соответственно, мы можем получить эффект как разрушающий в точке, так и расходящий мягкий. То есть, где... Это уже есть ударно-волновая терапия, да, в той же реабилитации. Все это... Травматология даже, да, существует. Существует вот. Это все пошло от летчиков. Я к чему говорю, что... И в итоге вот эти методики появились, да, и мы имеем возможность лечения не только хирургической, пускай малоинвазивно, но и разрушать часть камней вообще бесконтактно. То есть, ко мне пришел пациент без всякого наркоза. Я в течение 40 минут. Современные методики наведения. Мало того, мне удалось, опять-таки, специализироваться, учиться у человека, который проводил первое вот это дробление, эффективное дробление на человеке в истории, мировой истории, в 1880 году в ФРГ это было выпущено под руководством профессора Шосси, да, и вот их всего двое осталось из этой команды, вот Шосси и Клаус Штрайх, и вот мне удалось поучиться у Клауса Штрайха, в том числе мы организовали семинар его в Москве. Это совершенно потрясающий человек, очень много интересного. Эта методика можно наводиться на камень как под рентгеном, так и под УЗИ. Наведение под УЗИ вообще не несет в себе практически никаких побочных эффектов. Современное правильное использование температуры не ведет к разрушению почки, мало того, даже подчас мы знаем, на чем основан эффект ударно-волновой терапии, например, в том числе очень активно применяется в андрологии при сосудистых формах импотенции. Это мы оставим. Это мы оставим для следующей программы. На самом деле, я что сегодня понял, слушай, методик на самом деле достаточно много. И самое, наверное, потрясающее, это когда современный уролог умеет методиками пользоваться. А теперь я знаю, что хочу от тебя услышать? Самые бесполезные советы для того, чтобы прийти к мочекаменной болезни. Здесь очень просто, страническо-острое, вредные советы. Во-первых, еще один, еще один. Все спикеры, которые у меня встречаются, они все уникальны, абсолютно, в одном. Так, погнали. У нас у всех есть дети, да, поэтому мы все знаем, острое проходили не один раз. Так вот, как бы вредные советы от острого Мазуренко. Первое, как я уже говорил, не пить воду. Минимально. Как можно меньше пить воду? Вообще не пить воду. Особенно, ну, минимально пить воду, чтобы не умереть только. Особенно меньше пить воду в жару, после сауны, во время спортивных тренировок. Ни в коем случае не делайте этого. Да, минимально, прям поменьше пить. Второй момент, помните, я говорил, что два универсальных совета существуют для уменьшения количества камней. Второе, из достоверных, доказанных, это активный образ жизни. Лежать поменьше. Какие там 10 тысяч шагов? Не больше 100 шагов в день. Побольше, побольше лежать, наоборот. Лежать побольше, не больше 100 шагов в день. Ну зачем напрягаться-то, До туалета и обратно. Вот. Все, все. Это второй момент. Да, это с мочеками болезни. Третье, есть побольше мяса. Мясо, прям вот есть. А свинцом с красным, а? Прям? Свинцом, с алкоголем. Разумеется. И меньше пить с алкоголем, очень хорошо. Ты знаешь, мне кажется, твои советы зайдут большому количеству в нашей аудитории. На самом деле, я тебе очень рад. Не делайте ни в коем случае так никогда, безусловно. Никогда так не делайте. Спасибо большое и, конечно, мы еще не раз увидимся. Спасибо. Спасибо.